Привет, просветители! Сегодня у нас с вами видео из серии «Иногда они возвращаются» или «Спасибо, что живой». В данном случае благодарить нужно депутатов, которые, как мы узнали в прошлом ролике, считают, что с одной стороны ЕГЭ неимоверно сложный и без репетиторов его не сдать, ведь содержание экзамена оторвано от школьной программы, а с другой... Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только проставлять галочки в клеточках. На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Вот сегодня мы и проверим экзамен по русскому языку. Попроставляем галочки в клеточках. Внимание! Я говорю только об этом предмете, потому что это моя специальность. Я не депутат, поэтому не могу оценить содержание других экзаменов. Предлагаю рассмотреть задания по русскому языку и сравнить их с теми стереотипами, о которых мы постоянно слышим. Очень сложно, школьники не могут справиться. Назовем это, в школе такого не проходили. Второй момент, пресловутое проставление галочек в клеточках. То самое шоу интуиции или бабка-угадка. Пришел с пустотой в голове, получил 100 баллов. Да-да, та прекрасная картина, которую так любят рисовать особо творческие товарищи. Даже не открываешь задание, просто наугад пишешь А, Б, С, Б, С, А, С, Б, Е и все. Третий пункт. Задания на экзамене не могут показать уровень знаний. То есть двоечник может написать идеально, а великий специалист в русском языке полностью провалится. Четвертый. На экзамене не работает мышление, аналитические способности, логика. Нас просто натаскали. Ну что ж, давайте проверим. Русский язык со стоповым. Итак, вначале нам дается текст, с которым мы и будем работать. Да, понимаю, для некоторых уже взрыв мозга. Не просто тест, а текст. Буквы практически те же самые, зато какая разница? Первое задание. Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в первом абзаце текста. Запишите это местоимение. И давайте на примере этого задания пробежимся по нашим пунктам. Проходят ли в школе разряды местоимений? Да, в шестом классе. Шестиклассник это задание выполнит. Иное дело, что к одиннадцатому классу эта информация вполне может выветриться из головы. Никаких вариантов ответа здесь нет. Знаю, опять шок. Уважаемые законотворцы, держитесь, пожалуйста, за свои кресла. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки. Биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. Они вносят свой вклад в экологию. Если применить ту самую логику, то легко догадаться, что правильный ответ слово «все». Все они вносят. И да, это определительное местоимение. Мы молодцы. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов. И вот здесь, наверное, можно тупо попытаться угадать. Только ответ-то здесь не один. Все пять могут подойти. Уважаемые математики, подскажите, пожалуйста, сколько тогда возможных вариантов ответа может получиться? Ну, явно больше ста. Возьмем первое слово. Живой. Легкий, занимательный, выразительный. Живое изложение. Смотрим в текст. Экология – это наука о взаимодействии живых организмов. Опять применяем ту самую логику или просто вспоминаем, что мы говорим на русском языке и понимаем, что здесь у слова «живой» явно другое значение. Как можно просто бездумно натаскать на это задание? Я не знаю. Выучить значение всех слов в русском языке? Попасть это может в любое многозначное слово. Если выпускник действительно владеет русским языком и умеет мыслить, проблем здесь возникнуть не должно. Банальная проверка. Знаешь ли ты значение слов? Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера ответов. Не один ответ. Вариантов просто множество. Угадать будет очень сложно. Ну, вспоминаем. Просто пальцем в небо. Наряду с общей употребительной лексикой в тексте используются термины. В тексте можно выделить тематическую группу слов. Использование метафор, антонимов, сравнений способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает дать авторскую оценку описываемым явлениям. Внимание, опять нужно думать и анализировать. Не только знать, что такое метафоры, водные слова, отглагольные существительные, но и уметь все это добро находить. Просто зазубрить не получится. Нужно соотнести теорию с конкретным текстом. И да, все эти ужасные термины – школьная программа. Мои восьмиклассники бы с этим заданием справились. Я надеюсь. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. Туфля, поняв, донельзя, корысть, оптовый. Также можно попытаться угадать правильные ответы. Но опять же, их может быть много. А может быть один. Может быть пять. А может быть четыре. Сложно. Но соглашусь. Самые удачливые, возможно, смогут подобрать нужную комбинацию. В данном случае два и четыре. Поняв и корысть. Проверяется знание арфаэпи. Эти слова мы достаточно часто используем. Поэтому можно сказать, что это один из показателей грамотной устной речи. Тех самых знаний. И вот здесь как раз таки речь идет о памяти. Самые сложные и распространенные случаи нужно попытаться запомнить. Но и в советской школе этим занимались. Хотя иногда послушаешь наших депутатов-борцунов и понимаешь, что им возможно тоже. Орфаэпическое натаскивание не повредило бы. В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. И никаких вариантов. Нужно найти ошибку, вспомнить, что такое паронимы, шестой класс. И самому дать ответ. Самый обычный обед можно превратить в праздный, если правильно украсить стол. Наверное, без репетитора увидеть здесь ошибку и заменить на слово праздничный, ну просто невозможно. Задание банальнейшее. Но если вспомнить, как много ошибок допускаем мы с такими словами, как абонемент, абонент, то да, правильное употребление паронимов еще один показатель грамотной речи. Отредактируйте предложение. Исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. Для каждого человека в самых трудных обстоятельствах главное сохранить твердость духа, то есть совершить победу над самим собой. Опять, никаких галочек и вариантов. Нужно вспомнить, что победу не совершают, а одерживают. Как здесь можно натаскать? Я не знаю, научить грамотно говорить? Подарить то самое чувство языка? Читать много литературы? И за счет этого понимать, какие слова действительно сочетаются в нашем языке, а какие нет? Нет, ну тогда да. Наверное, натаскать можно. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. Урожай помидоров, ближайшая станция, у наших ворот, нет полтораста рублей, детские доктора. Мы должны показать умение правильно употреблять числительные, нет полутораста рублей. Продолжаем ставить галочки. И да, тема шестого класса. Но ошибаются и вполне себе взрослые люди. Но тема все еще шестого класса. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Мы не просто находим ошибку, практика. Мы пытаемся ее охарактеризовать, объяснить, почему вот это ошибка. То есть та самая теория. Давайте посмотрим на первую часть. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Установить направление движения древних материковых ольденений можно благодаря изучению. Ну, здесь сразу же понятно, что благодаря изучению состава и строения валунов. Так что получается А4 и так далее. Задание сложное, достаточно комплексное, заставляет подумать. Ну, все как депутаты хотели. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. Безударные гласные в корне. Здесь нужно либо идеальной грамотностью обладать, либо уметь правила применять. Тут вам и чередующиеся гласные в корне, и проверяемые. В общем, весь набор. Правописание приставок. Кстати, оба задания опять же 6 класс. И повторю, ответов несколько. Угадать очень сложно. Дальше опять же подобные задания, но уже с суффиксами. Ничем от классического русского периода до ЕГЭ не отличается. Затем переходим к не с частями речи и слитному раздельному и дефисному написанию слов. Показываем свои орфографические знания. Выпускник не может заранее знать, какие конкретно слова ему попадутся. И да, все исключительно по школьной программе. Те самые правила, с которыми работали школьники и учителя, что в 60-е, что в 90-е. Дальше задание просто «Привет, советский учебник Лодыжинской». Абсолютно типичное упражнение. Где же пишется две буквы «н»? Деревянное, слово исключение, пишу две. Письменный, суффикс «ен», две. Кожаный, суффикс «ан», одна. Все эти правила – это просто базовая база. Если у кого-то возникают проблемы с этими заданиями, это не формат виноват, не все супер-бупер сложное и непонятное. Вы просто не знаете правила 5, 6 и 7 классов. После этого переходим к пунктуации. Расставьте знаки припинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. Запишите номера этих предложений. Что здесь нового или того, что не делали советские школьники, в том числе сами депутаты? Возьмем, допустим, пятое предложение. Лес тихо отдыхает от жгучего дневного солнца. И степь обдает путника накопившимися за день цветочными запахами. Лес отдыхает, степь обдает. Сложное предложение, ставим запятую. Видите, я рассуждаю. И да, пятый класс. Даже не, это, наверное, класс четвертый. Но еще у нас здесь есть причастный оборот, накопившимися за день. Это уже, прошу заметить, седьмой класс. И выпускник должен увидеть, что главное слово с запахами стоит после причастного оборота. И поэтому последний не обособляется. Применяем теорию на практике. Семнадцатое задание просто взято прямиком из любого учебника. Разве что цифры добавили. Надо найти причастный и депричастный оборот. Седьмой класс. Продолжаем искать задания не по программе. Восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое. Все то же самое. Расставляем знаки припинания. То, что делали и советские, и российские школьники, всегда. Сложное предложение, однородные члены, несколько союзов рядом. Все то же самое. Дано предложение в учебнике. Расставь знаки припинания. Вау. Дети перестали думать. Да, не банальнейшие случаи. Но ничего даже близко сверхъестественного. Если просто присутствуешь на уроке и делаешь хоть что-то, то к концу 11 класса, ну простите, найти сложное предложение и выделить причастный оборот, наверное, все-таки можно. Если ты не можешь здесь расставить знаки, ты не сможешь это сделать и в традиционном сочинении или в еще более традиционном диктанте. Я бы в обязательном порядке диктант в ЕГЭ вставил. Вот это была бы мясорубка. Кровавая баня. Вот 21 задание уже с изюминкой. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. Нужно не просто знать, как расставить знаки, но и понимать, почему они стоят именно здесь. Анализ, сопоставление. Вот они, те самые слова, которые так любят ненавистники тестов использовать. И на этом первая большая часть экзамена заканчивается. Если ты грамотно говоришь и пишешь на русском языке, то наберешь много баллов. Если при этом ты еще и владеешь теорией школьного уровня, то тебе и карты в руки. А вот безграмотному школьнику будет очень тяжело. Я все еще считаю, что диктант проверяет грамотность лучше. Гораздо лучше. Но заявить, что этот тест не показывает никаких знаний, ну это бред и по факту откровенная ложь. Дальше дается еще один текст, и следующие задания нацелены на проверку умения анализировать прочитанное. На весьма банальном уровне. Кроме того, нужно показать, что ты знаешь, что такое описание, повествование, рассуждение. Опять пламенный привет шестому классу. Из предложений 9.12 выпишите один фразеологизм. Здесь нужно знать, что такое фразеологизмы, и уметь их находить в тексте. И да, все еще шестой класс. Без репетитора, конечно, не справиться. К вопросу о репетиторах. Если школа ничему ученика не научила, или он сам решил, что ему ничего не надо, то да, без помощи здесь не справиться. Но обычная работа на уроке, работа над грамотностью, что и является базой уроков русского языка, уже отличная подготовка к экзамену. Никаких институтских тем здесь и в помине нет. Но я все еще считаю, как и в своем старом ролике о ЕГЭ, что все вот эти «найдите определительные местоимения» или «среди предложений найдите такие, которые связаны с предыдущим при помощи указательного местоимения и однокоренного слова. Запишите номера этих предложений». Гораздо менее важны для нефилолога, нежели орфография. Но не забываем, у нас тут пытаются все проверить. И теорию, и практику. Как, допустим, в 26-м задании. Тут вам и анафоры, и синтаксический параллелизм. Нужно ли это абсолютному большинству выпускников? Проходит ли это в школе? Да. И, наконец, финальная часть, написать небольшое сочинение по прочитанному тексту. И можно долго вздыхать, ох, сейчас на экзамене по русскому, не пишут сочинения по войне и миру. Но для этого есть литература. Не все станут белинскими. Нет, в тебе я никогда не сомневался. А вот умение аргументировать свою мысль, найти главное в прочитанном тексте, понадобится, ну, практически каждому. Поэтому я могу понять такое задание. И да, если говорить о натаскивании, то тут как раз-таки есть вопросы к сочинению. Чем больше ты напишешь таких маленьких текстов, тем проще тебе будет на экзамене. Но это, в принципе, всегда так работало. Да? Чем чаще ты используешь какой-то вид речи, тем тебе проще. Это логично. Что же мы получили в итоге? Сложно ли хорошо написать экзамен школьнику, у которого на самом деле по русскому языку твердая, честная, допустим, четверка? Нет. Нужен ли для этого репетитор? Тоже нет. Заметка на полях, если в школе работает нормальный учитель. Можно ли тупо натаскать? Можно повторять одни и те же правила и акцентировать свое внимание на основных темах. Ну так это был всегда. Пишем итоговый диктант. Что нужно делать? Повторять правила, словарные слова. Ну, либо у тебя идеальная грамотность, ты победитель по жизни и вытащил у жизни счастливый билетик. Чем больше вариантов ЕГЭ школьник при подготовке выполнит, тем меньше на самом экзамене он потратит времени на формальные моменты. Ага, здесь всегда суффиксы, тут приставки, здесь еще ошибку, а тут соединить нужно. Но это все еще просто знакомство с формой экзамена. Если вот тут знаний нет, ну, все, провал. Можно ли по заветам депутатов просто выучить ответы, натаскать себя на тесты и проставить крестики? Ну, я думаю, ответ очевиден. Конечно, можно. Соответствует ли экзамен по русскому языку? Внимание, по русскому языку. В программе мы уже тоже сегодня обсудили. Соответствует. Может ли двоечник написать экзамен на 100 баллов? Ну, я себе это очень с большим трудом представляю. Но данный формат позволяет ребятам с неидеальной грамотностью преодолеть порог. Условный диктант, о котором я уже не раз сегодня вспоминал, зарубил бы гораздо больше. В общем, как-то так. Что там с другими экзаменами, вопрос не ко мне. Но русский язык показывает, что создать задания, которые проверяют знания и при этом соответствуют программе, вполне возможно. Все. Можно выдохнуть. Крестики давно ушли в прошлое. Даже там, где есть варианты ответов, угадать очень сложно. ЕГЭ ей за что критиковать. У меня у самого подобный ролик выходил. Но когда начинается вся вот эта ересь про «Просто заучиваем ответы и бездумно ставим крестики» смотрится это очень странно. И сразу же понятно, на какой слой населения это рассчитано. Кстати, если вы сдавали ЕГЭ по-русскому, напишите свои результаты в комментариях. И рядышком оценку по русскому в школе. Будет интересно сравнить. Я сдавал экзамены во времена динозавров, не ЕГЭ. Сочинение написал на 5. Устный экзамен 5. В аттестате тоже 5. Удивительно. На вступительных вузе сочинение 5. По билетам 5. Диктант 4. До сих пор помню свою ошибку. Бурлакский. А что вы знаете о боли? Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и громадная, отдельная благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Бурлакский. Бурлакский, Карл. Бурлакский, Карл.